здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать восьмом уроке видеокурса landing page для начинающих и в этом уроке мы с вами научимся делать слайд-шоу или галерею и мы будем делать что-то типа вот такого у нас имеются такие миниатюрки по клику по любой миниатюре затемняется окно lightbox всплывают вот такие картиночки имеются стрелки с направлением где мы можем переключать картинки в увеличенном виде да и кнопочка закрыть переходим в программу adobe news открываем библиотеки мини приложений и следующий у нас на очереди идет категория слайд-шоу здесь аналогичная ситуация смотрите какой бы мы не взяли элемент из категории слайд-шоу это один и тот же элемент просто он имеет каждый свой фреймворк да то есть у нее настройки все одинаковые поэтому мы смело берем пустую чтобы нам не удалять там всякие демо данные берем пустую и перетягиваем к нам сюда на холст для начала вы должны определиться визуально как вы хотите чтобы выглядела ваш галерея или слайд-шоу нужны ли вам стрелки счетчик фотографий описание и так далее и давайте быстренько пробежимся по настройкам здесь многие настройки вам уже могут быть знакомы здесь очень удобно сделано первая самая настройка добавить изображение пиктограммка папочки то есть если мы кликнем на эту папку откроется ваш компьютер и вы можете выбрать неограниченное количество больших или маленьких изображений для вашей галереи следующее новое главное изображение здесь если мы кликнем здесь из описания в принципе я думаю все понятно заполнить фрейм сохранением пропорций вы можете здесь оставлять как и есть новая миниатюра это тоже самое для миниатюр кстати когда мы вытягиваем пустую у нас миниатюр по умолчанию выключены сейчас мы к этому еще дойдем дальше переход выцветания но это или можно по-другому назвать проявление или перелистывание по горизонтали по вертикали здесь уже смотрите как вам лучше ну и скорость перехода думаю здесь без комментариев потому что это эти настройки аналогичные предыдущим мини библиотекам которым уже проходили автоматическое воспроизведение возобновение через перемешать разрешить перелистывание вот интересная функция да если мы наведем сюда мышь нам говорят что включить функцию ввода путем проведение пальцем для устройства с сенсорным экраном ну это хорошо подойдет разрешить перелистывание то есть галочка стоит оставляем это у нас если мы делаем планшетную или телефонную версию нашего сайта нашего одностраничника соответственно если вы будете галерею переносить в планшетную или мобильную версию вот такие стрелочки здесь вам не нужны будут дальше макет lightbox то есть можно сделать чтобы всплывало в lightbox то же самое вот новая функция во весь экран здесь можно сделать так чтобы у нас слайд был во всю ширину нашего сайта если я делаю во всю ширину вы видите на серую область заполнилась по всей ширине нашего холста соответственно описание стрелочки и счетчик его нужно конечно здесь корректировать просто мышкой переместить ниже если вам нужны такие слайды здесь ничего сложного нет я убираю во весь экран авто lightbox нам не доступно потому что нужно сначала включить lightbox потом мы сможем включить авто lightbox то есть когда сайт открывается автоматически всплывает окно с нашими фотографиями например миниатюры произвольной формы я считаю галочка не нужна это те же самые триггеры миниатюры они как красиво смотрятся одного размера поэтому мы здесь не ставим произвольной формы состояние элемента смотрите подпись если галочку снимаю вот здесь вот исчезает описание к фотографиям ну давайте уберем а первый смотрите если много картинок можно добавить такую двойную стрелочку то есть смотрите мы листаем фотографии дошли там до 30 фотографии и нам нужно переключиться сразу на первую вот такая вот стрелочка двойная и и можно использовать например рядом с другой стрелочкой до которую нас просто перелистывает как бы следующий то есть эта стрелка назад это вперед это к началу давайте мы и уберем стрелка назад далее то есть тоже надо не надо отключаем или нет также эти стрелочки заменяемы на свои элементы как вы видели в моем демо примере мы с вами это сделаем сегодня счетчик это вот эти вот циферки до отключаем или нет также менять можно размер шрифт цвет кнопка закрыть кнопка закрыть у нас не активно она нужна нам только наверное когда у нас включена галочка lightbox вот сейчас кнопка закрыть здесь появляется то есть если вам нужно чтобы всплывал lightbox то соответственно кнопка закрыть активирована в данном примере у меня здесь активирована lightbox видно потому что экран затемняется кнопочка закрыть имеется так давайте lightbox убираем и соответственно последний есть такая же двойная стрелочка чтобы перемотать например на последнюю фотографию думаю здесь это понятно вот она у меня здесь появилась давайте уберем и показывать элементы лайтбокса при редактировании это у нас сейчас не отключаем и да потому что у нас не выбрана lightbox и редактировать вместе галочку мы вообще не трогаем потому что естественно намного удобнее когда другие элементы редактируются вместе вот такие вот настройки перед тем как мы продолжим подготовьте изображение для вашей галереи сразу можете штук 20-30 прям сразу подготовить мы сейчас сразу будем загружать большое количество изображение соответственно вы понимаете да что зажатым шифтом вы можете выделить стрелки счетчик и вот так отделять от галереи перемещать там где вы хотите например это можно поместить наверху в середине также триггер у меня один ничего страшного тоже он у нас отделяемый да и перед тем как загружать изображение я советую а вот эту область сделать такого размера какого вам нужно чтобы были в увеличенном виде ваши картинки да то есть просто вот так за маркер можете сразу потянуть давайте ее сделаем по второй границе а нашу миниатюру поместим например ниже эти стрелочки можно удалить либо если вам нужно оставить но мы давайте мы пока чтобы они не мешали мы с вами просто отключим далее назад и счетчик нам они пока не нужны итак мы заходим настройки нашего библиотеки кликаем по папочке из компьютера выбираем изображение выбирайте столько изображений сколько вам нужно можете зажатым шифтом или с контрол выделить например если вам нужно не все изображения из папки вашего компьютера я беру произвольно и нажимаем открыть у нас идет загрузка фотографий чем больше фотографий чем больше количество фотографий тем дольше может идти загрузка в адоб news вы сразу можете видеть что у нас создаются и миниатюры и показываются в большом виде и смотреть какую можно классную красоту делать мы можем кликнуть два раза по миниатюрки по любой у нас обрисовывается значит рамочкой и маркерами это значит что мы можем вот так растягивать и они автоматически подбираются подбирается масштаб какой вам нужен если вы планируете еще добавлять фотографии то например можно их вот так вот распределить внизу принципе можно оставить такими давайте посмотрим в браузер как это смотрится из-за того что у меня картинки разного размера у нас там проглядывают такие полосы то есть если картинка узкая будет проглядывать серую область там заливку можно убрать вы это знаете как делать у меня стоит автоматическое перелистывание и мы можем в руками вручную кликов по миниатюрам перелистывать изображение думаю здесь понятно дальше смотрите можно вы здесь одну миниатюру я просто тяну и посмотрите что происходит все миниатюры абсолютно становятся такого же размера и сейчас сейчас их видно просто синими рамочками если нужно больше делайте больше отпускаем мышь и вуаля у нас автоматически одновременно красиво миниатюры стали такого размера которого нам нужно у нас с вами все работает нужно ужать обратно делаем обратно если мы выделим одну миниатюру у них у всех есть заливка мы можем данную заливку убрать обычным образом и обратите внимание что меня заливка убирается у всех миниатюр также мы можем сделать состояние например курсор над кнопкой и курсорная кнопка добавить эффект например свечение так как у меня заливка белой можно сделать красным можно сделать еще например скос так давайте я сделаю заливку браузера немножко другого цвета и давайте посмотрим что у нас получается браузера смотрите теперь я навожу и у нас при наведении красиво причем у каждой миниатюры одинаково сработало эффект который мы дали только одной миниатюре вот иметь это ввиду очень красиво можно оформить эффект при наведении также эффект можно добавить например выделив миниатюру и дать состояние активное какое-то состояние да например дать какую-нибудь желтую рамочку можно сделать скругленные края и давайте посмотрим что у нас получается та фотография которая у нас активно миниатюра и вы сейчас видите автоматически перелистывается смотрите рамочка видно да меняется появляются скругленные края это мы дали только кнопки активно ведь как красиво здесь в данный момент я просто наобум поставил цвет может быть это некрасиво но зато вы теперь понимаете как это можно классно использовать да давайте попробуем в настройка включить lightbox у нас появился дополнительные там серая рамочка это цвет lightbox а можно задать любой другой например вот такой темно-красный соответственно у нас большая картинка исчезает потому что нас lightbox и при клике у нас появляется картинка но если мы нам нужно выбирать lightbox то нам не хватает например наверху переключателей стрелочек и кнопочки закрыть и соответственно автоматическое воспроизведение нам не нужно вот эти две галочки мы можем убрать и включаем назад дальше и если нужен счетчик и кнопка закрыть соответственно кнопка закрыть у меня здесь размещаете там где нужно как менять ее вы уже умеете аналогичным образом меняется я лишь сменю у нее цвет и кликнув вот а по корзиночке внизу так чтобы они окрасили все красный цвет если вам нужно выделяете то состояние которое нужно изменить и кликаем по корзиночке она удаляется и появляется у нас красный цвет вот таким образом стрелку вместе с счетчиком выделяем и можно куда-нибудь разместить наверх сейчас мы будем с ними работать пока давайте посмотрим что у нас получается на этом уровне миниатюра соответственно стрелки надо выровнять крестик тоже у нас выглядит не лучшим образом стрелки можно разодвинуть по краям если вам это ну как бы интересно и кнопочка закрыть если у вас нет стрелок вы хотите заменить там какие-то стрелочки графические можно поставить шрифт а иконочный да на ваше усмотрение но давайте попробуем сделать их по краям одной обязательно в начале сделайте направляющие найдите середину галереи чтобы стрелочка стояла ровно и и я хочу чтобы она наполовину заходила на изображение но у нас изображение разного размера а поэтому здесь будет тяжело нужно желательно изображение перед тем как заливать их сюда в галерею на фотошопе например подогнать одного размера можно даже сделать вот так выделяем стрелку идем в перспективы нам нужно сделать эту белую область вокруг стрелки квадратный и делаем например 50 на 50 пикселей сделали знаешь 50 на 50 выставляем как-нибудь чтобы было по центру делаем скругленные края на сто процентов у у нас одновременно следующая стрелка тоже поменялась но у нее другие размеры выставляем тоже 50 на 50 и выравниваем ее теперь смотрите я хочу вставить туда иконочный шрифт хочу какую-нибудь красивую стрелочку я выделяю данную стрелочку кликнув двойным кликом по внутренней части наши стрелки да это у нас обычный текст идем в шрифты мы уже проходили с вами эти шрифты big boss icon выбираем иду в глифы и ищу какую симпатичную стрелочку можно вот такую двойную например и на я нахожу например какую-нибудь стрелочку здесь нам нужно влево выбираю следующий элемент иду опять в глифы и выбираю противоположную стрелочку теперь выделяем стрелку и давайте сделаем цвет например черный и размерчик сделаем попробуем побольше и 24 это много давайте сделаем 20 вот так если она у вас не совсем по центру то вы знаете как можно это сделать выровняв в блоке текст здесь делаем то же самое только с другой стороны выравниваем по центру стараемся по крайней мере давайте посмотрим вот нам остается лишь выровнять найти изображение чтобы у нас были одинаковые размеры чтобы у нас стрелка была одном и том же месте здесь у нас получается стрелочка немножко уехала но я сейчас вам показываю как можно их редактировать так же чтобы они не бросались в глаза когда они в спокойствии на них не наведена мышь чтобы их было немножко не так ярко видно а можно конечно белый цвет изменить там на какой-нибудь серый или можно сделать например прозрачными то есть выбираем нашу стрелку и состояние стандартное мы делаем вот здесь прозрачность например 30 она уже не будет так сильно бросаться в глаза но будет видна курсор над кнопкой выбираем у нас почему-то тоже стал там 30 вот в общем смотрите стандартная убедитесь в том чтобы у вас тут 30 тут 30 курсор над кнопкой полностью сто процентов заливка и здесь курсор над кнопкой тоже сто процентов вот теперь должно быть нормально вот я навожу мышь на стрелку стрелка становится более видно и здесь то же самое то есть я считаю довольно таки симпатично здесь остается только лишь и соответственно вот эти вот этот счетчик изображений то есть если 3 тут тоже подсвечивается третье либо меняется шрифт так же можно если нужно сзади белую область заливку убрать эти цифры как-то я не знаю поместить либо их вообще счетчик отключаем вообще например вам нужно в эту же галерею добавить еще изображение это не вопрос заходя внутрь на папочку и добавляем например еще какие каких-нибудь изображений пускай даже тех же вот я выделю открыть и они добавляются 8 штук я выбрал добавляются в на вашу галерею то здесь никаких проблем не будет и соответственно миниатюру увеличится если я просто те же залил фотографии они скорее всего стали на то же место новые фотографии добавляется миниатюры здесь будут прибавляться здесь никаких проблем нет надо например смотрите lightbox убираем например убираю стрелки и например а вы решили что вам нужно сделать во всю ширину автоматически смотрите отключаем миниатюры миниатюр у нас отключились я хочу делать слайд например во всю ширину моего лендинга ставлю галочку а весь экран и сделаю автоматическое воспроизведение каждые три секунды слайд должен сменяться и например делаю по вертикали смена картинок да и давайте посмотрим какая красота у нас получилось вы видите открыл браузер и вы видите изображение снизу вверх вот так сменяются это где-то может быть нужно где-то полезно здесь тоже середине можно повесить какой-то текст и он будет висеть неподвижно а слайды будут сменяться и напоследок супер фишка данные слайд-шоу может взаимодействовать с прокруткой вашего сайта мы с вами уже проходили эффекты прокрутки мы с вами прошли первый и второй элемент и у нас осталось еще два элемента как раз таки третий это слайд-шоу и четвертый engine animate engine animate это другая программа для создания анимации мы например создаем там анимацию и мы можем интегрировать в нашу программу адоп news данную анимацию а вот третье это как раз слайд-шоу смотрите вот у вас имеется слайд-шоу вы набросали картинок например убрали там миниатюры и смотреть что мы делаем вы один раз кликайте по вашей картинке и потом вот здесь вот эффекты прокрутки слайд-шоу кнопка ставим вот здесь галочку слайд-шоу здесь имеется уже знакомый вам исходная позиция виде квадратика с полосочкой у нас эта полосочка вот здесь вот появляется и уходит наверх и у нас стоит автозапуск смотрите можно поставить например переключать слайды каждые 30 пикселей и вот здесь вот вы ставите сразу 100 enter и идем в браузер у меня залито сразу несколько фотографий у меня в настройках стоит автоматическое перелистывание и смотрите что происходит еще один момент не забываем выделить наши слайд слайдер и вот здесь вот где фикс нужно поставить точку в верхней части посередине чтобы наш слайд не двигался при прокрутке страницы и смотрите сейчас правую часть своего экрана я берусь за ползунок смотрите прокручиваю вы видите я прокручиваю вниз страницу прокручиваю свой сайт и слайды мои переключается каждый 100 пикселей смотрите наверх кручу слайды идут прокручиваются как бы наверх вниз прокручиваются дальше соответственно смену слайдов если нужно сделать медленней вы увеличиваете здесь пиксели ставим например 300 и можно еще в настройках самого слайду брать автоматическое воспроизведение если вам не нужно чтобы автоматически она воспроизводилась сейчас ждем слайд стоит на месте ничего не происходит я кручу и у меня с такой боли задержкой слайды меняются то есть мне нужно прокрутить 300 пикселей прежде чем у меня слайд сменится или в другую сторону это может быть полезно где-нибудь в каком месте вашего сайта то есть видите я не могу управлять картинками никаким образом автоматически они не перелистываются и они у нас работают только лишь от прокрутки от ползунка браузера это очень круто с этим эффектом можно сделать очень крутые вещи я раньше записывал урок о прокрутки о данном слайд-шоу и прокрутки если вам интересно какие крутые вещи еще можно сделать с данными настройками то я вам предлагаю посмотреть мое видео на эту тему ссылка на это видео будет под этим видео думаю на этом все я заканчу данный видео урок надеюсь у вас получатся красивые галереи слайд-шоу а мы увидимся с вами в следующем уроке наверно трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоп мюз без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пейдж делайте их круто угол обважаю Продолжение следует...